Во-первых, двойная и тройная игра или сидение на двух трех стульях одновременно – это норма сегодняшней политики от образца февраля-марта 2023 года. Вообще норма политическая стала в мире. Не только Алиев этим пользуется, Алиев как раз меньше всего замечен в этой части, он тоже этим инструментом пользуется. То есть, условно говоря, мы имеем с вами минимум по обещаниям три Алиева. То есть три позиции он демонстрирует. С одной стороны, он демонстрирует, когда он боится Россию и осторожничает, он, безусловно, говорит о позиции, что максимально благоприятны для переговоров и максимально готов учитывать, якобы, сторону Армении. Вот когда он на Западе, он, безусловно, раскрывает крылья и пользуется своими возможностями такого протежента, как Артаган, и, соответственно, он там становится более смелым. И, безусловно, он продает там уже совсем другой проект, как ваш конфликт с Арменией. Он там продает, так сказать, то, что приструните Армению, то есть, так сказать, нет конфликта из-за нее, и он там продает себя, как человека, себя, как страну, которая офигенно крутая и все давно понимает, как этот конфликт разрулить. Но вот этот мелкий политический игрок в виде Армении, говорит он западным странам, и на последней встрече Блинкин, он сидит в подвале, где они встречались, он то же самое говорил, по сути. Это то, что вот под ногами мешается Армения, и вот эти ее капризы, капризы руководства Армении, они мешают быстрому давно уже разрулежке конфликта. Это вторая его позиция. И третья позиция, это то, что он продает у себя внутри страны, понимая, что конфликт этот все равно касается страны, прежде всего и людей в Азербайджане. В Азербайджане он продает такую нейтральную позицию, что есть большие фигуранты за спиной Азербайджана, за спиной Армении, и поэтому, безусловно, Азербайджан очень миролюбивый, и очень понимает, и очень любит, и понимает, и принимает позицию Армении. Повторяю, это для внутриазербайджанского пользования. Вот вам три Алиева, вот вам три, так сказать, три политических шизофрении.